Некоторые из нас заранее начали готовиться к торжеству, но еще стояли на ногах. Я занимался... Это уже не считается на ногах, если что. Пацаны и пацаны с родными, всем добро, привет! Продолжается у нас, а точнее вот сейчас происходит конкретно с наступающим всех, ребята, Новый год, который не забудут за году наниматься, новый видос. Давай посмотрим, прям супер тематическое, супер тематическое новогоднее. Смотрим, ссылочка на оригинал, естественно, внизу, если у тебя пальчик, комментарий. Все это огромное. Спасибо, естественно, и подписчики, организуйте, чтобы бубенцы звенели, ребята, особенно сейчас, особенно по-новогоднему. Что еще хочу сказать? Хочу еще сказать, что да, светорочек дурацкий новогодний на месте, шапочка все на месте. Есть ссылочка на телеграм-канал, она тоже внизу на месте. Есть ссылочка на игрушечный канал, где происходит максимальное и в том числе новогоднее безобразие. Вот такое. Прямо пальцем, прям в лице. Деду, это ты прикольненько и же делаешь, но это тебе не помогло в наших отношениях, да? Я нашла тебя, а я тебя. Вот поэтому мы и расстались. Давай, Чарльз. Здравствуй, родной. Опа-па. Я пытался не обращать внимания на нее, но он остановился громче. И громче. И громче. Да, а зачем мы тогда его освобождаем? А зачем мы его... Твою мать, твою мать, твою мать, не надо было. И оно тоже внизу, ребята, ссылочка также на месте. Там зайчики новогодние, годовар, гнарёк и прочее происходит. А еще, еще возможно, сегодня, 30-го или завтра, 31-го, не знаю, когда я выкладываю. Ну, 30-го, 31-го, короче. Возможно, будет какой-то такой небольшой уютненький посиделочный эфирчик здесь, на этом канале, на YouTube-канале. Здесь мы не проводили никаких эфиров никогда. Может быть, сегодня или завтра это будет. В любом случае, информация по эфиру точно, 100% будет в Телеграм-канале. Еще одна причина тебе туда вступить, если тебе интересно. Хочешь не пропустить, хочешь прийти и тоже пообщаться и классно провести время. Все, смотрим за котуна, поехали. Смотрим. Вот и подходит к завершению очередной год. Вот и оно. Слава богу, мы его пережили. А последнее время это, знаете, не так-то просто. Надеюсь, хоть следующий год пройдет более безболезненно. Надеюсь, без драконов, без динозавров и без какого-нибудь метеорита, который врежется в землю. Как минимум. Я это ты из будущего. Срочно меняй все рубли на южноафриканские ренды и закупайся булавками. Зебулонцы уже близко. Зебулонцы? Только не зебулонцы. Ну, туда же зебулонцев. Ладно, к динозаврам, к драконам и ко всему остальному давайте зебулонцы. Зебулонцы в том числе. Не будем о грустном. Сегодня мы собрались послушать очередную сумасшедшую историю и вместе проститься с уходящим годом. Приятного просмотра. Поехали. Приятного аппетита, естественно. Обычно, каждую новогоднюю ночь со мной происходит какая-нибудь херня. Но последнее время... Пальчик, так сказать, и комментарий, и ручки подняли вверх, кто просто на Новый год ест салат и обжирается как тварь и идёт спать. И никаких там каких-то чудес и прочего из него особо-то... Поел, пошёл поспать. Я стараюсь отмечать этот праздник в кругу семьи, а не друзей. Так как, ну, чё-то жить хочется. Думаете, я преувеличил? А вы послушайте сегодняшнюю историю и подумайте ещё раз. А мы ещё послушаем. А мы послушаем. Призошло это достаточно давно, лет 10 назад. Так. Почему не рассказывал раньше? Я вам ещё столько всего не рассказывал. У тебя там столько козырей припрятано. Так вот, на календаре... Смотри. Классная. Классный фиговинг. 31 декабря. Нам с пацанами уже надоели обычные посиделки дома, и мы решили этот Новый год встретить на даче. Пожарить шашлык, подышать свежим 30 градусов морозом. Прикольно звучит. Ну, про мороз не особо прикольно, во всём остальном прикольно. В общем, нас было всего четверо. Я, двое друзей и один чувак, которого я ещё не знал на тот момент. Лучше бы и дальше не знал. Плохая идея брать чувака, которого ты не знаешь. Это априори плохая идея. По старой традиции моего канала, ничего не предвещало беды. Ещё днём всей компании мы сходили в магазин, закупились всем необходимым для весёлого праздника. Нормально. И даже больше, на случай, если он затянется. И от... А он затянется. Провелись в путь. Так, а мы ничего не забыли. Точно. Так. Добравшись до дачи, начали готовиться к... Чё это было? Я чё-то это самое не выкупил, походу. ...празднику. Так как мы были в сугубо мужской компании, сильно заморачиваться не стали. Вообще не стали. В целом. Не то, чтобы сильно, в целом. Покупных салатиков, закуска, мясо и алкоголь. Хе-хе-хе-хе. Так что, напоминаю, пить, курить вредно для вашего здоровья. Вредно. И плохо влияет на истории после праздников. Так что... Вредно. Не надо. И вообще, это не круто. Фу-фу-фу. А-а. Фу-фу-фу. Итак, дело ближе к ночи. Естественно, некоторые из нас заранее начали готовиться к торжеству. Но ещё стояли на ногах. Я занимался... Это уже не считается на ногах, если что. Хе-хе-хе. ...магалом и жарил праздничный ужин. Ты неправильно за шампур держишься. Нужно нежнее. Стандартно. Ага, вон. Всегда в любой компании есть эксперт по шампурам. Мясо уже подгорать начинает. Переворачивай чаще. Так, что-то не нравится, сами жарьте. Это, ребята, база. Не-не, отлично, шашлык. Я отсюда слышу. Но самое интересное началось уже после того, как куранты пробили 12. В ожидании очередной партии шашлыка, двое моих друзей решили прогуляться по дачам. Поискать приключения и, возможно, собутыльников. Но нашли они двух девушек, которые каким-то образом согласились пойти с ними. Хе-хе-хе. Каким-то чудесным новогодним магическим способом, видимо. Похожей на загородную виллу. Ну, за городом же. А в доме шампурки есть. Ночь стала более интересной. На тот момент я уже был в отношениях. Правда, моя девушка уехала на праздники к родителям. Так что мне эти две модмуазель с легким запахом перегара были неинтересны. Зато пацаны все оживились. Ну, конечно. Было хорошо видна эта моральная борьба за самок. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Начинается вот это. Но дамы тоже как бы не отставали. В итоге, спустя примерно полчаса, парочки определились. И, к сожалению, а может и к счастью, девушке не досталось тому самому парню, который в нашей компании был впервые. Кстати, а звали его Игорь. Игорь. Так вот, получив удар по своему эго, он затаил обиду. О-о-о-о. Ночь продолжалась. Что, дурным оказался Игорь, да? Мы обосновались в домике. Пили, ели, общались. В общем, было весело. Но только не Игорю. Все, оставшееся время... Ну, блин, ну Игоря больше не понять. В принципе, единственный вариант для Игоря, оптимальный в данном случае, сказать, ребята, я вспомнил дела. Все, давай, я поехал. Чего-нибудь из этого разряда. Потому что, ну да, странно довольно. Довольно странно находиться в компании, где там все как бы по двое ты такой сидишь один. Тупо Игорь. Он ходил, нахмурившись, не забывая периодически заправляться стопками. И в один момент, видимо, дошел до кондиции. О-о-о-о. Я на улице. Ой, дело Игорь сейчас натворит, я чувствую. Натворит. Подышать. Окей, давай недолго только, а то там холодно. Злой такой. Недовольный. Что? Вдруг, прямо в закрытое окно с грохотом и спецэффектами в домик залетает мангал. Тойдя от шока и моментально, протрезвив, мы с пацанами ринулись тушить угли. Ты чё, ёбану ты, Игорь? Которые разбросало по домику. Предотвратив пожар, мы выскочили на улицу в надежде узнать достойную причину летающим мангалом. Я думаю, причину достойную найти сложно в целом. Хотя у Игоря, наверное, была и не одна. Но там стоял только перепугавшийся Игорь, словно вмерзший в сугроб. На вопрос, что случилось и зачем он это сделал, мы лишь увидели пожимание плечами и робкое... Да парни, чё-то захотелось мангал в окно кинуть. Ребят, ну просто захотелось. Знаешь, он даже не со зла. Он тупо вот такой, блядь, захотелось. Ну Новый год, ну когда я ещё кину мангал в окно, а, ёбаный в рот? Когда, если не сегодня? Кто-то хрен его знает. Короче, из-за ревности, алкоголя и своего славания, он решил нас так проучить. Вот только он не подумал, что это его дача и... Попадание по своим же. По себе же. И окно ремонтировать ему. А также не подумал... А может наоборот подумал? Может он такой... Так подожди. Я хочу кинуть мангал в окно Это мой дом, это моё окно В чём проблема? Что мог кого-то поранить Или того Разумеется, после этого он сам протрезвел И начал извиняться Но праздник уже был испортен Ну ладно, хорошо, он начал извиняться и всё такое А представь, он какой-нибудь суперагрессивный оказался бы потом Продолжил бы вот это всё и начал бычить бы на каждого Но короче, ещё хуже Так как сидеть зимой в доме без окна Уже не так весело Когда мы, разумеется, свалили под шумом Возможно, его план всё-таки удался Чисто сосисочная вечеринка Она была сосисочной Она должна оставаться сосисочной Никаких женщин такой У Игоря принципы Сиживаться не стали Немного прибрались и разошлись по домам С Игорем с тех пор я больше не встречался Ну и слава богу Вдруг в следующий раз в окно уже полетит не мангал Теперь мои новогодние посиделки проходят только с семьёй Там, конечно, тоже всякое бывало Но, по крайней мере, раскалённые предметы не летали по комнате Ай, дядя Антон В заключении хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом Хорошо вам его отметить В дружной и весёлой компании Ладно, не бейте окон Впереди у нас небольшие каникулы Оттянитесь как следует Я, например, так и сделаю И до встречи Да, 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 ребята То же самое С наступающим всех Ещё раз Эфир должен быть Либо сегодня, либо завтра Либо вообще не должен быть Но если вдруг будет Если вдруг будет здесь, на этом канале То в Телеграме я об этом скажу Спасибо, что составили компанию Ссылочка на оригинал ещё раз внизу Пальчик не забудь проставить Огромное спасибо всем, кто проставляет, ребята И за этот год проставил И проставляет сейчас И продолжает этим заниматься Комментарии, естественно, пишите Чем больше, тем лучше И подписывай, что организуйте Дзынь-дзынь Новогодние бубенцы Чтобы звучали только так Телеграм-ссылочка внизу Игрушечный каналчик также внизу Там тоже всё с кайфом происходит Каждый день ролики выходят Увидимся с тобой Где-нибудь И когда-нибудь Муа Ба